всем привет меня зовут мария бурцева и в этом видео я бы хотела вам показать джемпер который я связала своему сыну джемпер связан регланом сверху без ростка начинала я с набора айкорда как набрать петли айкорда можно посмотреть видео юлии лодри в общем-то по которому я и набирал эти петли то есть сверху у меня пошел айкорд отталкивалась я от обхвата шеи как бы по плечам да и конечные точки у меня были обхват груди и обхват рук то есть от начала до вот этих точек мне нужно было прийти к определенному количеству петель что я в общем то и сделала здесь у меня прибавки по линии реглана сделаны не в каждом втором ряду да не в каждом лицевом ряду а сделаны по моим расчетам то есть я рассчитывал что мне допустим есть петель а здесь у меня 40 петель да и вот как мне сколько мне нужно сделать убавку чтобы прийти к нужному количеству петель здесь джемпер выполнен в полоску полоску где-то порядка трех сантиметров для того чтобы не обрезать каждый раз нитку на изнанке я нитку переплетала переплетал мир между собой получилось у меня когда я дошла до 1 белой полосы у меня было три клубка в начале один красный белый и еще один красный здесь цель навязанная планка выполнена она резинка один на один прорези для пуговиц также вывязывала единовременно скажем так да то есть по ходу вязания не как бы поперек да то есть мне было это делать очень все удобно самое неудобное началось когда пошли рукава да кстати у меня здесь выполнен также подрез и я экспериментировала над тем как же сделать так чтобы не обрывать каждый раз нитку и чтобы она шла по изнанке но честно говоря я пришла к такому выводу что следующий раз когда я буду вязать на такую полоску я все-таки буду обрывать нить и буду вязать не таким образом мне не очень нравится как идет вот это вот нить на изнанке у меня перекрутилась потому что вязала я как бы по лицу до magic club не всегда было видно как когда мне переходим когда мне нужно обвить эту нитку нити другого цвета прибавки по рукаву я делала три петли как бы вместе до убавки точнее прошу прощения но в общем с этой стороны честно говоря из-за того что затягивается все таки там внутри нить мне не очень нравится как то получилось также я пользовалась способом чтобы минимизировать вот этот переход но за счет того что здесь убавка ну как ты тоже не совсем красиво получилось наверно было где-то делать убавки в середине и на втором рукаве я по-другому почему-то стала перекрещивать нитку и вот она у меня как бы тут получается вылезла перевязывать я не стала решила что пусть будет для меня как бы напоминанием как надо как не надо перекрещивать нить но в общем любом случае в следующий раз когда буду вязать я уже не буду как бы так делать буду обровать нить и потом заправлять просто кончики по низу и по планке здесь также идет айкорд да то есть он прямо спускается сверху донизу не оправляется это дело честно говоря мне очень нравится как смотрится айкорд но у меня почему-то получается довольно таким тугим да и это не обеспечивает эластичности изделию что мне в общем то не очень нравится и на рукавах то же самое когда здесь шло у меня круговое вязание для аккорда я вверх набрала еще три петли и когда их замыкала здесь круг то делала это просто трикотажным швом что еще сказать об этом джемпере да ну соответственно потом я нашила пуговицы вверху и внизу здесь резинка четыре ряда резинки горлышко очень плотно у нас прилегает и в общем пока я вязала этот джемпер егор уже вырос и мы теперь носим следующий же размер то есть это два месяца мы относили 74 сейчас нам 74 уже впритык но я как бы не буду ничего делать с этим джемпером сейчас может его чуть-чуть поносим хотя сейчас такая жара что в общем то некуда его носить из чего связан этот джемпер это хлопок красные нити тостаки честно говоря уже не помню что это была за нитка но она не линяет ничего с ней не происходит замечательная нитка я из нее вязала когда-то давно скатерть и белая нитка это витокатон лира в которой 60 процентов хлопка и 40 процентов акрила в общем несмотря на то что я сочетала два вида пряжи то есть чисто хлопково насколько я помню и вот это соотношение 60 40 никаких как бы перекосов у меня нет но может быть вот как бы вам кажется да но вот так вот когда смотришь ничего такого как бы нету до ничего не вытянулось ничего не расширилась все как в общем то было связано все так и осталось краем здесь тоже вот резиночка до в конце но вот эта эластичность до резинки все-таки айкордом она не обеспечивается получается чтобы все прям как бы в облипку вприты хотя еще раз повторюсь внешний айкорд не для завершения до для обработки краев изделия мне очень нравится так ну и вот со спины еще раз покажу чего вам покажу вот так выглядит он со спины очень такой получился мягкий теплый уютный также хотела бы сказать большое спасибо юлии лодоревой за то что она меня консультировала и помогал мне вязать этот джемпер я и задавала много разных вопросов про подрезы про прибавки про убавки в общем девочка спасибо тебе большое благодаря тебе появился на свет вот этот джемпер сейчас я пробую различные техники различные варианты частности вот бесшовного вязания до для малышей и в процессе разработки курса по вязанию для малышей это будут как и кофточки какие-то различные с капюшоном без капюшона с планкой без планки и также штанишки и возможно даже комбинезон в общем сейчас очень модно актуально бесшовное вязание тем более для малышей я считаю что это быстро просто и красиво но на этом все до новых встреч в эфире и пока пока